Все районы Сочи сегодня отчитались о начале подготовительных коммунальных мероприятий. Это всегда процесс плановый и достаточно эффективный. За лето нужно выявить и устранить все недочеты в жилищно-коммунальном комплексе города. В плановом порядке, с соблюдением план-графика, идет процесс подготовки. Естественно, он длителен, он требует значительных финансовых активов, но на данный момент рисков срыва подготовки ОЗП не существует. Я думаю, что мы спокойно войдем в осенне-зимний период с полной готовностью. В прошлом году в Крае Сочи первым получил паспорт готовности к отопительному сезону. Такую же задачу глава города Анатолий Пахомов поставил коммунальщиков и в этом году. Наличие тепла в домах граждан зимой зависит от эффективной работы специалистов летом. А это проверка магистральных сетей, где нужна и перекладка, проверка теплоузлов, системы отопления непосредственно в квартиры жильцов, наладка и замена в котельных насосном оборудовании на энергоэффективные. Речь шла на заседании штаба о подготовке к отопительному сезону и объектов здравоохранения, образования и культуры. Там, где выявлены проблемы, решение требуется принимать безотлагательно. Проблема не с муниципальным учреждением, но с образовательным учреждением, которое находится на территории нашего города. Это краевая школа-интернат номер два. Там была построена газовая котельная модуль. На сегодняшний момент сети не подведены. Заместитель главы города Алексей Толмачев просит проинформировать края о данной ситуации, а эксплуатирующую компанию срочно приступить к выявлению причин коммунальной проблемы. Физические испытания провести целесообразно, поэтому поручение о хосте испытания трубопроводов провести. Что касается только школ и детских садов, то город выделяет более 8 миллионов рублей на ремонт собственных котельных и системы отопления. Сейчас такая работа ведется в 21 образовательном учреждении курорта.